Приветствую вас, София. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Значит, вы пишите, встречаюсь с парнем, нам по 20 лет. Здесь сразу хочется спросить у вас о том, что между вами общим, что вас связывает, что вас объединяет и так далее. Раньше мы были лучшими друзьями и я знаю, что в 16 лет он относился к девушкам очень слегка. Ну, опять же, всё значит, где к девушкам, да, то есть девушки это кто, о каких конкретно, может быть, в девушках вы говорите. То есть тут тоже такой очень важный момент на самом деле, потому что девушки они разные и как бы если, там, допустим, с определёнными девушками мужчина строил определённые же отношения, то это, собственно говоря, ещё ничего не значит. Вот. То есть к кому именно он относился легкомысленно, да, и чем это было обусловлено. То есть чем обусловлено то, что вы сейчас это говорите, к девушкам, изменял им, хотя не состоял в особо серьёзных отношениях. Мне кажется, София, что здесь есть противоречия. То есть как можно изменять и не состоять в особо серьёзных отношениях. Это, мягко говоря, немного странно. Второе. Что такое серьёзные, серьёзные отношения для вас? И вообще, вёл весьма разгульный образ жизни. Ну и что? Теперь переживаю, что со мной будет так же, что будет изменять. Это страх измены. Он исключительно ваш, и возникает он из неуверенности в себе, может быть, страх и одиночество, а может быть, травмированностью какой-то истории с изменой или недоверием. И в целом вы не доверяете, опять же, сам себе, потому что не доверяете другому человеку. Хотя, говорит, что поменялся и не хочет этого делать, сразу же ему хотелось разнообразить. Сейчас у него есть я, и он меня любит. Как поступить стоит продолжать отношения доверять. Ну, вы не сможете доверять по своему желанию, либо доверяете себе, либо нет. Поэтому здесь можно вас научить, научить себе доверять и посмотреть, с чем связан страх измена. А дальше уже можно будет посмотреть. Это всё было в силу юного возраста у него. Ну, здесь вы пытаетесь уйти в объяснение. Это вам ничего не даст. Или возраста ни при чем, такие люди не меняются. Такие люди, это какие? Вам не кажется странным, София, что вы, в целом, неодобрительно относятся к разгольному образу жизни, к тому, что, ну, мужчина изменяет. Выбрали именно того мужчину, который раньше изменял. Не кажется ли вам здесь противоречия? Не кажется ли вам противоречия в том, что вы выбрали у человека, но не хотите нести ответственность за то, кого вы выбрали? Да, он может изменить, но вы выбрали его. Понимаете, какая штука? Ну и о природе ваших чувств к нему, а также к тому, что вы пытаетесь получить какие-то гарантии, я бы точно эти моменты обсудил. Здесь явно у вас присутствует тревожность, и тревожность довольно сильная. В связи с этим тревожность в первую очередь с тем, как вы реализовываете свои желания, и как вы воспринимаете себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.